Далеко не каждый не столичный музей может похвастаться настолько богатой и обширной коллекцией. У жителей и гостей нашего города есть счастливая возможность созерцать в залах музея имени Пожалостина полотна таких признанных мастеров, как Айвазовский, Врубель, Коровин, Серов. Валентин Серов – прославленный русский художник, один из крупнейших мастеров европейской живописи XIX века. Конечно, прежде всего он вошел в историю искусства как великий портретист, однако подвластны ему были все жанры. Он оставил работы в жанрах русского пейзажа, графики, книжной иллюстрации, анималистики, исторической и античной живописи. Вообще у Серова был особый взгляд на русскую природу, она виделась ему скромной, благородно сдержанной, он предпочитал серые деньки, а вот эта скромность, даже аскетизм – такая типичная черта для пейзажа Серова. Все-таки Серов в историю русского искусства прежде всего вошел как портретист, основная масса его произведений – это портреты. Но пейзажу тоже немало уделял он внимания, и пейзаж занимал в его творчестве совершенно особое место. Если портреты писались все-таки в основном по заказу, и Серов вынужден был считаться с требованиями заказчика, и не всегда испытывал симпатию к заказчику, к модели, которую писал, то с пейзажем совершенно другая ситуация. Он всегда здесь творил по собственному выбору, сам выбирал себе натуру, и это вот такая территория творческой свободы была. Сложно назвать другого художника эпохи Валентина Серова, чье наследие и творческие достижения имели бы такое большое значение и влияние на все последующее русское искусство. Возможно, поэтому такой ажиотаж вызвала выставка в Третьяковской галерее, посвященная 150-летию живописца. Как раз в этой выставке и поучаствовал знаменитый пейзаж из фондов Рязанского художественного музея имени Пожалостина. Домотканово, которое изображено в этом произведении, было для Серова родным местом. Это усадьба в Тверской губернии. Она принадлежала другую родственнику Серова, Владимиру Дмитриевичу фон Дервизу, кстати, родственнику также рязанских Дервизов. С Дервизом Серов учился вместе в Академии художеств, потом Дервиз еще и женился на его двоюродной сестре. Так что, повторюсь, это был для Серова буквально родной дом. И то, что мы видим на этом пейзаже, это в каком-то смысле дорога к родному дому. Произведение это выполнено пастелью. Пастель – особый материал, который дает бархатистую матовую фактуру, что очень хорошо в данном случае помогает передаче такого теплого зимнего дня, зимних сумерек. Спустя пять месяцев отсутствия полотно великого мастера снова заняло свое место на стене музея, рядом с еще одной работой кисти мастера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова